Можно сколько угодно долго обсуждать российские дороги, а точнее качество асфальта и количество камер, однако факт остаётся фактом. В нашей стране есть достаточное количество людей, которые готовы покупать очень быстрые машины. Во всяком случае немецкая Audi постоянно расширяет семейство RS, а значит для такой техники тоже есть своя рыночная ниша. Поэтому седан и хэтчбек Audi RS3 нового поколения, что дебютировали прошлым летом, скоро появятся на дорогах России. Коротко напомним, что RS-ки имеют пятицилиндровый турбомотор отдачи 400 сил, с которым идёт семиступенчатый преселектив. В полноприводной трансмиссии появились индивидуальные бортовые фрикционы вместо одной муфты. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из 4 секунд, а максимальная скорость при заказе опционного пакета может достигать 290 км в час. Другие опции — адаптивная подвеска и керамические тормоза. Правда, даже безо всех этих дополнений что седан, что хэтчбек стоят немалые 5 миллионов 800 тысяч рублей. Поэтому привозить бодрые трёшки будут только по предварительно оплаченным заказам. В стандартное оснащение включены комбинированная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, камера заднего вида, продвинутая аудиосистема, автопарковщик и светодиодная оптика. Если Audi RS3 — это спорт высших достижений, то Hyundai Solaris Sportline — даже не физкультурник, а любитель делать селфи перед зеркалом фитнес-клуба. Впрочем, у нас носить спортивные костюмы любят и в повседневной жизни. Поэтому Solaris приобрёл спойлер на крышке багажника, накладки на порогах кузова, а в салоне разжился комбинированной обивкой сидений и кожаной отделкой дверей. В исполнении Sportline седаны оснащаются только мотором 1.6. Доплата за подобный декор вполне адекватная — 32 или 55 тысяч рублей, в зависимости от выбранной комплектации. Между тем, корейская марка сейчас вовсю работает над новым поколением Solaris. В Китае, где модель именуется «Верной», смена генерации может состояться до конца этого года, а нам придётся подождать год или два. И в столь томительном ожидании виновата не только пресловутая локализация. Похоже, что строго для России готовится Solaris Universal. Во всяком случае, такие машины сейчас вовсю наматывают тестовые километры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok